Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне нужна ваша помощь моему сыну 9 лет. Он вообще меня не уважает, не случается, прорекает, ни на что меня не ставит, тем самым портится отношение с молодым человеком. Я морально подавлено и не знаю, что делать. Ну, смотрите, наверное, вернее, в первую очередь, на что здесь нужно обратить, обратите внимание, это на то, как вообще, говоря, связан, как связан ваш ребенок и отношения с молодым человеком. То есть, как это вообще друг другу связано. Вот, совершенно очевидно, здесь, по крайней мере для меня, что вы не можете расставить личные границы. То есть, если у вас отношения с одним человеком, да, ну, то есть, один тип отношений влияет на другой, на другой тип отношений, вот, то, на мой взгляд, вы не можете расставить личные границы. Вот, и, соответственно, наверное, работать, вот, нужно, ну, в первую очередь, наверное, с этим, вот. То есть, то есть, с тем, чтобы вот расставить личные, личные границы. И, чтобы отношения, отношения одни, да, не влияли на отношения другие, потому что, ну, ребенок, который берет, наши отношения с, с молодым человеком, это, это отношения с молодым человеком. Они не должны, мне кажется, соприказаться. Дальше. То, что вас уважает ребенок, это момент очень интересный, потому что здесь нужно, как мне, как мне кажется, смотреть и исследовать, то, как вы, ну, выстраиваете отношения с сыном. Вот. То есть, ну, каким образом, да, на основании чего, на фоне чего и так далее. Я думаю, что, если ваш ребенок ведет так, вот, то он, таким образом, хочет, вот, получить от вас какую-то обратную связь. Вот. Ваш ребенок хочет какую-то вашу реакцию. А это, в свою, в свою очередь, означает, что... Ребенка непростая. Ну, в свою очередь, означает, что... Возможно, ребенок испытывает тревогу. Вот. Может быть, даже страх. Вот. Чувствует себя, как-то, ну, неуверенно. Вот. Вот. К сожалению. И, соответственно, это на него влезет и влияет, и он, и он, вот, пытается, вот, таким образом, значит, с этим справится, вот, справится со своими переживаниями, таким образом. Вот. А, значит, ну, другой вопрос заключается в том, да, то, что... Что у вас с ребенком сейчас общего, да? То есть, не было ли, ну, не было ли, значит, нанесено ребенку каких-то обид? Да? То есть, вот, ну, не обещали ли вы его как-то, вот. И, соответственно, значит, вследствие чего, как у него, ну, формировалось такое к вам отношение, вот. Потому что, ну, опять, опять же, опять же, я не думаю, что это, вот, случайно, то, что он так к вам относится, вот. Поэтому тут вот нужно смотреть, нужно исследовать, вот, и учиться выстраивать отношения с ребенком, вот. А, ну, в той мере, ну, в той мере, да, вот так, значит, и авторитет нарабатывать, нарабатывать, да, да, и вот так далее. Вот это было бы вполне, мне кажется, уместно. А чтобы это сделать, нужно, в принципе, быть уверенной в себе, вам, быть уверенной в себе. Пока вы в себе не уверенны, да, то, ну, вот, будут такие проблемы, ребенок чувствует в вашем переживании и реагирует на них, вот, так, как, ну, как может, как умеет. Вот, попробуйте, значит, для себя сделать следующее, вот, попробуйте увидеть, что вы чувствуете по отношению к, значит, ребенку, да. То есть, как и у вас, как и у вас чувства, вот, к ребенку, и, а, как вы, как вы выражаете эти чувства, вот. То есть, находите ли вы возможность выражать ребенку, например, что вы его любите, да, находите ли вы возможность выражать ребенку, что он вам важен и так далее. Вот это очень, такой момент, на который, ну, надо обратить внимание. Если вы их чувствуете неуверенно, а, ну, какую-то, какую-то, какую-то неуверенность вы ощущаете в себе, например, вот. То очень важно посмотреть на то, с чем она связана, то неуверенность, вот, в первую очередь, да, то есть, какие, ну, какие у вас есть основания для того, чтобы неуверенность ощущать, чтобы чувствовать ее. Какие у вас, ну, какие у вас конфликты, внутренние есть, если есть, и, соответственно, вот, постараться, значит, эти, эти, значит, конфликты решить, вот. Потому что, в противном случае, ну, ребенок, ребенок просто будет все время чувствовать ваш конфликт внутренний, он будет все время его ощущать, вот. Вот, и если, соответственно, плохо будет от этого, и вам, и ему, вот. То есть, понятно, почему так будет происходить, потому что вы, вы сами. Ну, тяготитесь тем, что чувствуете, тем, что чувствуете, потому что, ну, противоречие, любое противоречие тянет человек, вот, в разные стороны, и не всегда вообще понятно, как действовать, да, как поступать, вот, в какую сторону двигаться и так далее. В ситуации конфликтов сложно сделать выбор, сложно принять решение, вот. А ребенок, он все это ощущает, вот, ребенок все это чувствует, и цепляет, ну, цепляет, к сожалению, цепляет. Ага, ну, какая-то такая история, какой-то такой момент, какие-то, какие-то такие мысли у меня сейчас вот, по поводу вашей ситуации, по поводу того, что можно сделать, по поводу того, что можно сделать в этом, ну, в этом контексте, вот, в контексте вашей ситуации. Вот, вот, вот. И, соответственно, значит, в такой последовательности решатся эти проблемы. Я не думаю, что будет просто, вот, я бы, ну, не забал, что будет прям просто. Вот, естественно, что, ну, где-то будут встречаться проблемы, да, где-то, где-то будут встречаться трудности какие-то, конечно. Будет, будет, будет непросто вам, очевидно. Ну, с помощью, с помощью психолога, я думаю, что вы сможете решить, вот, все проблемы и сможете нормализовать взаимодействие, как, как с ребенком своим, так и с молодым человеком. Вот, вот, какой-то такой ответ я бы вам прямо сейчас мог бы предложить, вот. Значит, на этом все, в принципе, пожалуй, пока что. Давайте, мы сами с вами на этом закончим, вот. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Вот, если вы были внимательны к тому, что, значит, я говорил, вот, то я думаю, что какие-то базовые вещи для себя вы уже получили от таких, таких начальных шагов, вот, которые вы делали сами. Вот, которые, ну, они в основном для сбора материал, да. То есть, вот, что вы чувствуете в своем рубинке, это, ну, для начала работы. То есть, чтобы было от чего вот отталкиваться, какой-то такой отправной пункт. Потому что сейчас этого нет, как бы, то вы просто сходу погружаете нас в ситуацию. Вот, конечно, мы всех деталей, да, всех нюансов, мы не знаем. То есть, это, ну, это понятно. То есть, тут вот нужно, конечно, сначала все как следует выяснить. Все как следует нужно прояснить, прежде чем, прежде чем, ну, двигаться, дальше двигаться вперед. Удачи вам, всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...